Если вы собираетесь приобрести аппарат с сухопарником, это видео для вас. Присоединяйтесь, поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, если вы желаете приобрести аппарат с сухопарником, это видео для вас, как я уже сказал. И сегодня мы будем разбираться с аппаратом Германия-3. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Ну что ж, действительно, давайте разберемся. Итак, аппарат Германия-3, он выпускается компанией Русская Дымка. Ссылочка на производителя будет в описании. Сейчас, для начала, давайте посетим сайт этой компании. Итак, мы на сайте. Самогонный аппарат Германия-3 на прямую заводу производителя. Что обещает нам производитель? Самогонный спирт до 85%. Экономия воды и энергии. Работает на всех видах плит. Изготовлен из стали IC304. Идеален для сахарных, фруктовых и зерновых брак. Это заявляет производитель. Я не буду полностью вам рассказывать и зачитывать информацию на сайте производителя. Я обращу ваше внимание на то, на что упал, что называется, мой взор. Так, значит, на сайте проходят периодически скидки. Разыгрываются или даже дарятся призы. Вот один из таких призов. Вот, кстати, очень интересный приз. Это попугай на... Самогонный... Попугай с самогонной на банку. Или там, как он правильно называется, прибор непрерывного контроля спиртуозности. Очень удобный аксессуар, на самом деле. Хотя он не является обязательным. Но я когда попробовал этот аксессуар, он мне ужасно понравился. Я теперь им постоянно пользуюсь. Так, ну понятно, создавайте свою коллекцию. А вот на что я хотел обратить внимание. Пройдите полный обучающий курс по самогоноварению на Германия 3. Как видите, вы можете приобрести не только самогонный аппарат, но и обучение работой на этом самогонном аппарате. Очень правильное решение. И обойдется он 490 рублей при покупке самогонного аппарата Германия 3. Вот нажимаем кнопочку подробнее о курсе. И третьим пунктом мы читаем. Пошаговая инструкция по первой и второй перегонке на аппарате Германия 3. Германия 3 урока. Очень важный, на мой взгляд, аксессуар. Потому что когда начинающий самогонщик приобретает тот или иной аппарат, ему необходимо научиться на нем работать. Бывалый самогонщик, в общем-то, может гнать на любом аппарате. А вот начинающие с этим имеют некоторые проблемы. И вот здесь вот иметь такой полный курс по именно данному аппарату, это, по-моему, далеко не лишнее. Далее, как работает самогонный аппарат, мы не будем. Это вы сможете сами посмотреть. Вот смотрите, как улучшен этот самогонный аппарат. Что имеет? Значит, мощный холодильник. Увеличенный сухопарник. Идем дальше. Широкие соединительные трубки. Универсальное соединение кламп полтора дюйма. Это значит, что вы можете этот аппарат усовершенствовать. То есть, вот эту верхнюю часть можно снять и поставить полуторадюймовую колонну. Тем самым, превратив этот аппарат уже в аппарат колонного типа. Удлиненная царга. О ней мы немножко позже поговорим. Надежный клапан сброса давления. Понятно. Это термоустойчивые ручки. Вот они. Точный термометр. И перегонный куб непосредственно. Перегонный куб, хочу отметить, видите, он сварной. Это не куб типа кастрюля. Такие кубы стоят гораздо дороже. И они уже выпускаются вместе с колоннами. То есть, на аппаратниках колонного типа. Ну, естественно, здесь самое основное плюс аппарата с сухопарником, конкретно Германии, то, что он примерно в три раза, дешевле бражной колонны. То есть, стоимость его около 10 тысяч рублей. Так, систему охлаждения вы можете и без меня посмотреть. Вот полная комплектация. Здесь можно изучить. Действительно, сюда входит практически все. Остается вам просто поставить брагу, залить в перегонный куб и вперед делать перегонку. Оформить заказ вы можете также на этом сайте. Самогонный аппарат Германии, как вы поняли, имеет две модификации. На 20 литров и на 30. Я бы от себя здесь добавил следующее. Что если вы планируете в дальнейшем покупать колонну, лучше покупать сразу аппарат на 30 литров. Ибо такой перегонный куб просто будет более устойчив при самогоноварении. А это достаточно важно. Я в свое время работал на аппарате Германии. Отработал на нем, по-моему, порядка двух лет, пока у меня не появилась бражная колонна. Музыка. 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 Могу сказать, что у меня никаких претензий к данному аппарату не возникало. Я могу с вами поделиться своим впечатлением. Кстати, когда пришел мне аппарат Германия, тогда мне пришел еще и другой аппарат. И у меня была возможность их сравнить. Но об этом я расскажу чуть позже. Ну, а теперь я выскажу свое мнение. Несомненные достоинства данного аппарата. Первое. Это, в принципе, колонна вам нужна только для получения чистого спирта или недоректификата, так называемая. Если цель у вас просто гнать сахарную брагу и ароматные дистилляты, то вполне можно обойтись и аппаратом более дешевым, то есть Германии 3. Это будет достаточно экономный выбор за цену данного аппарата. Ибо, как я сказал, колонны стоят примерно в 3 раза дороже. Хотя никто не говорит, что, в общем-то, колонны действительно лучше, чем аппараты с сухопарником. Здесь я однозначно согласен. Но далеко не все зрители могут приобрести колонну, поскольку у них есть главный и недостаток. Это их цена. Идем дальше. Второй пункт – это змеевик холодильника. Полтора метра. Легко утилизируют аж 3,5 киловатта при минимальном расходе воды. То есть КПД у Германии 3 высочайший. Третье. Как я уже говорил, аппарат поддается модернизации. В мини-царге Куба стандартный кламп на 1,5 дюйма, на который можно поставить любое оборудование, царгу или диоптер. А можно подставить дефлегматор и получить укрепленный продукт. Даже в будущем собрать колонну – это будет несколько дешевле для вас. Кстати, посмотрите внимательно, что вот эта мини-царга, она рассчитана на два пыжа сетки Панченкова. Причем они медные и входят в комплектацию данного аппарата. Идем далее. Пункт четвертый. Сталь IC304. Автоматическая сварка. Все швы идеально ровные и заполированные. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что на просторах рынка самогоноварения аппарат Германии – это, по сути, модель аппарата. Но выпускают ее разные производители. Так вот, что я хочу сказать. Когда, как я говорил, мне пришел аппарат Германия, и примерно в это же время пришел другой аналогичный аппарат от другого производителя, говорить не буду от какого, чтобы меня не упрекали в антирекламе. Просто смысл в том, что у меня было два аппарата практически идентичных, и я гнал ее на одном и на втором. Так вот, аппарат Германии от русской дымки, как я сказал, у меня два года проработал, пока я уже не перешел на бражную колонну. А вот второй аппарат проработал буквально 8 месяцев. После чего, из-за того, что швы были некачественные, ну, так скажем, кустарные или брак был там, не знаю что, Факт тот, что на дне шов потек, и мне пришлось уже ехать в автосеррес ближайший, заваривать этот шов. Так вот, шов в таких случаях заварить очень сложно. Сварщик только начинает место протечки заваривать, сразу же идет трещина дальнейшая по этому шву, и пришлось заваривать, в общем-то, весь диаметр всего перегонного куба. После этого я попробовал еще раз гнать на этом аппарате, и пошла снова течь, но уже в другом месте. То есть, к сварным швам нужно относиться крайне осторожно, уважаемые зрители, потому что если шов некачественный, то вы можете иметь конкретные проблемы. Ну и, как я сказал, что с аппаратом Германии от русской дымки таких проблем не было. Он до сих пор работает. Идем дальше. Что получает покупатель при покупке данного самогонного аппарата? Первое. Аппарат, на котором можно получить любые напитки от самогона до фруктовых зерновых дистиллятов. Это универсальный аппарат. Ну, здесь, конечно, я бы, в общем-то, зерновой дистиллят, честно говоря, я бы делал на аппарате колонного типа. Но то, что на этом аппарате можно получить хороший дистиллят, можно приготовить ароматные дистилляты, это у меня сомнений не вызывает. Второе. Качественно собранный аппарат, на котором не экономили. Толщина стали, сборка, упаковка, полный комплект. Аппарат готов к применению сразу из коробки. Нужна только брага. Об этом я тоже уже говорил. Но на самом деле сейчас многие аппараты, в общем-то, укомплектовываются полностью. По-моему, вот те времена, когда то дивертор не докладывали и говорили, что, значит, это за отдельные деньги можно приобрести, они как бы ушли. И, тем не менее, на рынке такие встречаются. И когда начинающий самогонщик еще не знает, какая полная комплектация аппарата должна быть, то лучше приобретать уже у проверенного продавца, который уже прошел, так сказать, огни и воду и действительно укомплектовывает свои аппараты по полной программе. Далее. Третий пункт. Германии много. То, что я говорил. На рынке есть низкокачественные аппараты с тонкой сталью, без мини-царги и клампа. Обращайте внимание и выбирайте правильную Германию. Вот я рассказал вам про шов, но есть еще такой момент, что если у вас дно аппарата достаточно тонкое, то ваша брага, особенно если она фруктовая или зерновая, она может пригореть. Это вам точно не нужно. Ну и кроме того, вот этот кламп, о котором я говорил, аппарат Германии от русской дымки, он подвержен модификации. То есть, со временем вы можете купить колонну. Но есть подобные аппараты, которые не рассчитаны на кламп. Другими словами, в колонну этот аппарат вы никогда превратить не сможете. Ну и как я показывал вам на сайте, сейчас проходит акция, идут скидки. И если вы желаете купить аппарат Германии, самое время присмотреться к данному аппарату. Ссылочку на производителя, как я сказал, я оставляю в описании к данному видео. Так что, если вы задумываетесь, как начать гнать самогон, обратите внимание на аппарат Германии 3 от русской дымки. А на сегодня все. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А вам, уважаемые зрители, здоровья и веселых застолей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!